Может нормально поговорим? Давай нормально поговорим, давай. Может нормально поговорим? Давай. Я так понимаю, секундочку, я так понимаю, что у нас связь чуть-чуть затормаживает. Я вот говорю, а ты потом меня перебиваешь. Давай чуть-чуть какие-то паузы делать? Ну, давайте попробуем. Давай. Скажи мне, как бы ты хотел, чтобы закончилась война? Как бы я хотел? Миром, миром. Это понятно, любая война заканчивается миром. Как бы ты хотел, чтобы она закончилась? Чтобы русские украинцы снова были братским народом. Одним народом. Это было исторически. Что для этого нужно делать, чтобы украинцы вас простили? Как ты считаешь? Ну, нас не за что прощать на самом-то деле. Я здесь согласен, что вас вообще прощать нет смысла, потому что вы постоянно таким занимаетесь. Вы не меняетесь испокон веков. Как была вот Российская Федерация с 91-го года, потому что там до этого еще было какое-то там РСФСР, там всякие Российские империи, Московия. Как была история вашего территориального нахождения на этих болотах, так вы постоянно занимаетесь какими-то такими вот империалистическими действиями. Вот поэтому, что вас прощать, я не понимаю. Как, с какого вообще дива вас прощать? Ну, то есть, вы считаете, что Украина это какая-то отдельная часть, хотя исторически, как вы привели, я вам возражу. Украина же входила в постав Российской империи, входила. Были губернии. И что с этого? Ну, входили, были захвачены, да. Входили мы в территорию СССР. Дальше что? Что это меняет? Меняет миропонимание наше? Меняет отношение к вам? Меняет то, что вы нас всегда во все времена хотели нагнуть и поработить? Это как-то меняет это отношение к нам или что? А когда мы вас захватили? Сначала в Российскую империю. Так получилось. Потом начали двигаться в сторону независимости. УНР создали свою. Потом Советский Союз приплелся сюда. Теперь только стали независимыми. Создалась Россия, не перебивай же мне, я к чему отвечаю. Создалась Россия в 91 году и Украина создалась. Две страны ровесники. Все, вроде как, ну все, бери себе живи, не лезь к нам. Так вот и тут вам надо к нам лезть. Пришли с войной сюда, ставите флаги, уничтожаете русскоговорящие города, людей русскоговорящих уничтожаете на востоке Украины. Ну вот такая вот Россия. Как вас просить? За что вас прощать? Понятно. А вот вы сказали в Российской империи захватили, а не подскажете, каким образом? Меня, смотри, меня интересует в чат-рулетке диалог на тему с 91-го по сегодняшний день. Все, что было до этого вообще не интересно. Вы создались в 91-м году, в России раньше не было. То есть Российская Федерация 91-го года, Украина то же самое, два независимых государства. Вот из этой точки мы пляшем вперед. Были законы, договора, все подписано, все было согласовано, вас все устраивало, нас все устраивало. Все. Вот с этого момента я общаюсь. И в историю я не лезу, я там не силен, мне это вообще не интересная история. В этом нет смысла. Все, что нужно из истории, мы взяли для себя. Мы поняли, что такое Российская Федерация, нам этого хватило. Теперь мы движемся, нам надо как-то сейчас жить, понимаешь? Надо говорить о будущем. Вот мне понравилась фраза директора института база, вашего московского, которую закрыли почему-то, потому что они готовят там художников и креативщиков, это посчитали ненужной специальности и закрыли этот институт. Так вот директор этого института сказал такую фразу интересную. Он говорит, у россиян в сегодняшнем мире отсутствует в сознании слово будущее. Их кормят прошлым постоянно. Они только об этом и говорят. Величие наше в прошлом, победа одна, победа, у-у-у, одни победы, войны, победы, войны. Хотя там поражения все были, я считаю, что все было поражение, но хрен с ними. Пусть будет победа для вас. А будущее-то в чем ваше? В чем вы будущее видите свое? Вот я и спрашиваю, как бы вы хотели, чтобы закончилась эта война? Я же говорю о будущем. Как бы вы хотели, чтобы она закончилась? Не братскими объятиями, а территориально. Что нужно для этого сделать? Какие договора подписать опять-таки? Кто их будет исполнять? Поскольку вы страна недоговороспособная, с вами договора нет смысла какие-то новые заполнять. Вот согласны со мной? Нет. Обоснуйте. Во-первых, вы до этого сказали, что в историю не лезете, хотя вы сами затронули исторические аспекты. Вы упомянули, это ваши слова были, что мы вас захватили когда-то в Российской империи. Когда я вас спросил, когда это было, вы сказали, что на историю не общались. Я же уточнил. Я говорю, все, что нужно, все, что нужно мы взяли из истории. Я же уточнил специально для вас. Хорошо, я понял вашу позицию. Все, не перебивайте, пожалуйста. По поводу нынешнего нашего будущего, вы говорите, каким образом мы видим будущее нашей страны. Сейчас формируется экономический блок БРИКС, довольно мощный, который будет преобладать в экономическом плане на планете. И наше будущее, будущее России, я вижу в составе БРИКС, что новые члены будут подключаться. Вот как-то так, если вы говорите о будущем России непосредственно. Я вообще не против вашего БРИКС. В части экономики. Поскольку я человек, живущий в демократической стране свободной, я не буду лезть в те организации, в которые вы выступаете, в те альянсы военные, которые вы создаете, хотя договаривались, что не будете создавать никаких альянсов в 91 году в Будапештском эмирандуме и в Белорусской пуще. Договаривались о том, что о не создании никаких альянсов и не вступлении, никакие военные альянсы. Мы свое обещание до сих пор держим, не вступили никакие военные альянсы. А вы уже создали ОДКБ, военный альянс, хотя обещали этого не делать. Ну да ладно, мы тогда пройдем. Нам похрен, куда вы вступаете, что вы там себе делаете. Мы тут здесь при чем? Лезьте себе. Живите мыслями о том, что у вас будет самое крутое экономическое развитие на планете. Что БРИКС это будет самая крутая организация, куда только будут вступать. Все африканские страны, Узбекистан, вообще без проблем. Пусть вступают. Они к вам вступают даже без отбора, понимаете? То есть у вас нет никакого отбора. Для того, чтобы вступить в Евросоюз, нужно годами ждать. Десять лет люди ждут, страны. Мы уже сколько лет ждем. Украина, Грузия ждет. Все хотят. Армения сейчас из ОДКБ убегает, хочет в НАТО проситься и в Евросоюз. То есть от вас убегают все, а в БРИКС берут просто розчерк пера. За один день и вы в БРИКСе. Никакого отбора нет. Потому что в Евросоюз нужны какие-то критерии страны, нужно условия, нужно минимизировать криминал, минимизировать коррупцию, минимизировать вот это вот советское прошлое. Нужно минимизировать для того, чтобы вступить, наверное, в Евросоюз. Нормально. А к вам в БРИКС следуют все подряд. Кватемала, что там, какие-то африканские там еще какие-то страны. Все подряд. И вы всех бегом-бегом-бегом поступали. У нас уже десять участников. Ну, конечно, пока не сравнится с НАТО, там есть с Евросоюзом. Но в ОДКБ уже шесть. В НАТО там, по-моему, что-то там чуть-чуть больше. Сколько раз? Ну, в раз пятнадцать больше стран, чем в ОДКБ. Ну, шесть. А будет пять. Потому что Армения заморозила свои членства в ОДКБ. По какой-то причине. Не хочет быть. Хочет в НАТО вступать. Понимаете, в чем проблема? Вот такое ваше величие. И хрен с ним. Будьте себе великие. К нам зачем полезли? Мы-то тут при чем? Мы хотим туда. Мы хотим в развитие, в цивилизацию хотим. Подальше от вас. Вы закончили? Да. Я вам благодарен, что вы не перебиваете. Хороший отделок мне нравится. Без проблем. Видите, в чем дело? Россия является гарантом безопасности по Минским договоренностям. В Минске были заключены договоренности, что Россия является гарантом безопасности республик, ДНР, ЛНР. А то и вы нарушили. Вы не соблюдали Минские договоренности. Вы не отводили войска от Леницы. Прикосновение. Поэтому сейчас получаете, что получаете. Я могу говорить уже? Да, конечно. Я вас корректно не перебиваю. Покажите мне, пожалуйста, в Минских соглашениях хотя бы одно слово, где написано, что вы есть гарантом. Вы, наверное, не читали? Их просто услышали от блогеров, что вы есть гарантом. Но, наверное, не читали сами. Скажите честно, не читали же. Да, услышал от блогеров. Нет, не читал. А зачем повторяете то, что вы не знаете? Ну, почему бы и нет. Как почему бы? Уже диалог ведем. Как-то почему бы нет. Смотрите. Нет, если у вас есть какие-то аргументы, вы можете привести контраргументы. Я вам привожу. Я вам привожу. Ни в одних Минских соглашениях не написано, что вы есть гарантом. А написано, что вооруженные силы Российской Федерации должны отвести технику от линии разграничения. А вы этого не сделали. То есть нарушили Минское соглашение вы. И за вас, кстати… Именно Российской Федерации. Да, да, да. И именно на вас наложили санкции за неисполнение Минских соглашений. Почему-то не на нас же, а на вас. И во всех декларациях, во всех трех самых известных декларациях ОБСЕ призывает Российскую Федерацию исполнять Минское соглашение. Не Украину, а почему-то Российскую Федерацию. А можете назвать хотя бы один отчет ОБСЕ, где написано, что там присутствовали российские военные непосредственно? Смотрите, в ежедневных отчетах такого не пишут. Там не написано ни про украинских военных, ни про российских. Но, вы не спешите делать вывод, но есть резолюции, которые резюмируют деятельность, военные действия, которые там происходят. В резолюциях их декларируют и выдают. Существуют некие резолюции 17-го года, 15-го года, 16-го года. Если мы туда к ним обратимся, к этим пунктам, мы как раз там прочитаем, что призывает Российскую Федерацию вывести свои войска из территории отдельных районов Луганских и Донецких областей под наблюдением ОБСЕ. Видите, я на память уже цитирую. И там же в этих же декларациях и написано, что призывает Российскую Федерацию исполнять Минские соглашения. А поскольку она их не исполняла, на Российскую Федерацию были наложены санкции за неисполнение Минских соглашений. А как вы говорите, чтобы Россия отвела войска от линии соприкосновения? А как отвести то, чего нет? Ну вот как? А как же нет, если есть? Зафиксирована же техника была Российской Федерацией. В Минских договоренностях говорилось про две конфликтующие стороны. Повстанцы ДНР и ЛНР и украинская армия. А где вы такое видели, скажите? Где там написано в Минских договоренностях? Давайте откроем вместе сейчас Минское соглашение и посчитаем. Чтобы вы чуть-чуть знали не от блогеров, а от меня уже, от блогера, только уже по тексту. Давайте. Я так понимаю, вам нужен Минск-2, так называемый, хотя правильно называть не так, а... Сейчас я прочитаю. Так. Минские соглашения-2, а правильно называется комплекс мер по исполнению Минских соглашений. Вот открываем на сайте ОБСЕ. Вот прям оттуда. Никаких Википедий, ничего, чтобы не переживали. Открываем текст. И, наверное, вам интересен пункт 2. Отвод всех тяжелых вооружений обеими сторонами на равные расстояния в целях создания зоны безопасности шириной 50 км друг от друга для артиллерийских систем калибром 100 мм и более. Зоны безопасности шириной 70 км для РСЗО и шириной 40 км для РСЗО. Торнадо-Эс только на вооружении Российской Федерации есть, Ураган только на вооружении Российской Федерации есть, СМЕРШ тоже и тактических ракетных систем .У, которые и у нас есть. Перед этим было три позиции, которые только на вооружении Российской Федерации есть, больше нигде вообще. Как они появились в этом районе, непонятно. Идем дальше. Для украинских войск от фактической линии соприкосновения. И второй пункт внимательно слушайте. Для вооруженных формирований отдельных районов Донецкой и Луганских областей Украины. Вот на этом пункте россияне зацикливаются. Некоторые уже поняли, потому что украинцы мне сказали, что это означает, а некоторые еще не понимают. Но сейчас поймут. Вот в том числе и вы поймете сейчас. Что такое вооруженных формирований отдельных районов Донецкой и Луганских областей? Уточняется, что в отдельных районах Донецкой и Луганских областей есть какие-то военные формирования. Есть какие-то военные формирования. Это же Минские соглашения. И продолжением этих Минских соглашений есть Минская декларация, которая была выдана и задекларирована, что такое вооруженное формирование. Открываем ее и смотрим. Вот. Значит, двадцать восьмой пункт Минской декларации. Открываем и читаем. Призывает Российскую Федерацию обеспечить вывод своих вооруженных формирований. Помните эту фразу? Вооруженное формирование. И вот она уточняет, какие имеются ввиду формирования. Призывает. Атаминская. Атаминская декларация. Призывает Российскую Федерацию обеспечить вывод своих вооруженных формирований, запятая, военной техники и наемников с территории, а там помните, там есть тоже в этом пункте, отдельных районов Донецких и Луганских областей под наблюдением ОБСЕ, а также разоружение всех незаконных вооруженных формирований. И что интересно, в продолжении декларации Минской, в тридцать четвертом пункте, есть интересный текст. Призывает Российскую Федерацию неукоснительно соблюдать нормы и принципы международного права, запятая, принципы и обязательства в рамках ОБСЕ и Минские соглашения, а также незамедлительно освободить Олега Осенцова, Александра Кольченко, Николая Корпюка и так дальше. То есть соблюдать Минские соглашения. В Хельсийской декларации то же самое написано и в Люксенбургской декларации то же самое написано. Но нигде я не вижу, что ОБСЕ призывает Украину соблюдать Минские соглашения. А ты о чем говоришь, что мы их соблюдали? То есть вы войска отвели на определенное расстояние? Если мы их соблюдали, значит мы отвели. А чего вы взяли, что каких-то комплексов не было на вооружении Украины, например? Я назвал какой-то, там точка У была на вооружении. Точка У была, а всех остальных не было. Уверены? Ну открывайте, смотрите. Понятно. А как вы поняли, что их не было? А вы забиваете, например, Ураган. Ураган, кстати, у меня есть обломок этой ракеты. У меня есть. Мне пацаны дали, солдаты. Я из нее ножик сделал себе, ножичек такой, хреновая сталь. Ну как сувенир, там мы напишем, слава ЗСУ на ножике, знаете. Из этой стали. Хреновая, очень плохая сталь, кстати. Из Урагана. Эта ракета прилетела в дом в Чернигове. Просто в дом тупо прилетела ракета. И мы из него сделали такую штуку. Так вот, Ураган, если вы забьете, например, Википедия, где угодно. Ураган, просто слово, ракета Ураган. И увидите описание, характеристики. Она находится только на вооружении Российской Федерации. Больше нигде. Понятно. Вы еще сказали про такой момент, что про внеблоковый статус. А как же тот факт, что Украина прописала в Конституции стремление в НАТО? С какого года? С какого года? С какого года мы прописали эту Конституцию? Что ваши блогеры об этом говорят? Скажите, если знаете. После нападения Российской Федерации на Украину. Скажите, если знаете. С четырнадцатого года. Нападение когда было? А до четырнадцатого года у нас вообще была доктрина, направленная на разоружение нашей армии. На невступление в НАТО. У нас прям такая доктрина есть. На не вступление в НАТО. Не вступление. На направление на нейтральную страну. Понимаете? У нас такая доктрина была прописанная официально. То есть и намека даже не было на вступление в какой-то альянс. А вы ОДКБ создали еще в 90-х годах. Хотя обещали, что не будете вступать никуда. А вы более того сами создали этот альянс военный. Понятно. Ладно. Как вы видите окончание конфликта? Ваше мнение. Я только могу говорить, как бы я хотел, а не как я вижу. Как я вижу, это как-то надо быть вангой. А как я бы хотел, чтобы… Расскажите о своем желании. Чтобы вышли из территории Украины все российские войска, в том числе из Крыма, из Донецка и Луганских областей, из Запорожской, Херсонской, повыходили отсюда. Все любители русского мира, которые остались в Украине, ждуны, уехали из Украины. Мы дали им свободу, коридор, чтобы они отправились на Россию жить. Вы, как продолжатели Третьего рейха, должны понять, что вы что-то нарушили, извиниться перед Украиной, выплатить репарации, оплатить все повреждения, которые вы нанесли в Украине, на коленях просить прощения. Мы о вас там забудем на лет семьдесят, что такая вообще страна существует. Только от вас репарации будем брать за то, чтобы возобновить все, что вы здесь уж пошкодилы украинской мовы, повредили нам. И, возможно, через лет семьдесят новое поколение у вас вырастет, как это было в Германии. Там чуть-чуть быстрее это было, потому что там люди умные, немцы умные и агрессивные, а вы глупые и агрессивные, потому с вами будет потяжелее. И они-то поняли свою ошибку, но там через двадцать лет они уже исправили, начали исправляться, выплачивать репарации. Вам нужно больше времени дать, лет семьдесят, чтобы вам какие-то книжки дать почитать, какие-то интеллектуальные вопросы изучить. И, возможно, даже пересмотреть чуть-чуть историю, недавнюю историю великой отечественной вашей войны. Почему она великая, непонятно, что есть малая какая-то еще. Вторую мировую пересмотреть, где вы там были тоже виноваты. Вот чуть-чуть вам мозги переправить и направить ее на будущее, на созидание, а не на разрушение. Вот этим надо, чтобы занимался тоже какое-то проамериканское правительство у вас в России. Потому что российское правительство к этому не дойдет никогда и ваши россияне к этому никогда не дойдут. У вас деградированное общество. Вам нужно, чтобы кто-то из цивилизации к вам приехал и навел порядок. Ну и желательно, чтобы отпустили в свободное плавание государство. Там Чечню, Дагестан, Бурятию, Якутию. Вам нужно отпустить, не надо ее держать в своих вот таких вот советских ржавых объятиях. Оно не нужно. Тюрьма народов, она ни к чему хорошему не приводит. Все, небольшая Россия, от Питера там до Урала, вот такая вот небольшая. Больше вам не надо. И там заканчивается, ну вот с Курском, с Брянском. Захотят Курс, Брянск отсоединиться от вас там. Пусть отсоединяются, попросятся в Украину, я не знаю. Возьмем, они нам нахрен не нужны, честно. Такие вот Курске, Брянске, нам не надо они. Пусть вам там, сами с ними ваш геморрой сами разбираете. Нам граница 1991 года. Все, все что там будет у вас. Не похрен, не похрен честно, потому что соседи. И будете мстить, вы же мстительная нация. Вам надо отомстить, как это так? Проиграли, вы что там смеетесь? Надо возрастить еще одного Гитлера. Почему Гитлер взрос такой? Потому что первая была проиграна война. Первая мировая. В Германии. И там вырос такой мститель Гитлер. Он же хотел отомстить. Вот где вариант, что такой же на России не вырастет? Это для меня тоже проблема. Ну пусть мы там вернули свои территории. А где вариант, где гарантия, что на России через 20 лет не вырастет новый Гитлер? Ну Путин, Гитлер одно и то же. Нет гарантий. Потому что ваша нация такая, она, россияне. Вам нужно воевать. Нужно захватывать. Вы без этого не можете жить. То есть нужно большой какой-то период, чтобы американцы к вам пришли. Помогли вам настроить эту систему нормально. Демократию принесли. Либерализм. Людей как-то обучить, там закрыть их, знаешь, как-то изолировать от общества на какое-то время. Научить чему-то. Дать какую-то информацию интеллектуальную, умную. Вам ваши мозги чуть пошевелить. И потом показать вам, что чуваки. Вот видите, что вы наделали в Украине? Вы поверили своему Путину? А он вас обманул. Надули вас. Надули просто. Старые маразматики советские. У вас же ни одного молодого нет при власти. Все старые. Все старье у вас идет. Советское. Хотя бы одного молодого назови мне. Кто у вас при власти? Молодой какой-то есть. Министр там, возможно. Замминистра. Там депутаты какие-то. Молодые есть? Все старье седое сидит вообще. Седовласые старики пердуны сидят. И они рулят современным миром. А что не понимают? Если Путин даже не заходит в интернет. Он не знает, что такое существует. Но говорят, что он даже туда не заходит. Зачем такое старье держать? Это же советские люди. Они же тогда были модные. Тогда были и что-то понимали. А сейчас это все уже. Надо их метлою на пенсию. Чуваки. Идите и отдыхайте. Вот ты пошел бы в правительство. Если бы набралось ума чуть-чуть. Еще бы там каких-то молодых людей отправили. А взяли, отравили Немцова молодого. Навального поотравливали. Поуничтожали, поубивали молодых всех. Которые хотели что-то сделать прогрессивное. Сидят. Старье такое. Сидовласы. А вы им заднюю титул лежите. Фу. Вы сказали такой момент, что мы как последователи Третьего рейха. Тогда вопрос такой, почему ваш Азов в Америке признан нацистской организацией? Нет, не признан. На которую введены санкции. Не признан. Не признан. Ты опять блогера услышал? Ни разу не считал. Да вы что? Ты ни разу не считал это решение. Ты же не считал. Ну честно скажи. И как было тогда? Это заявил депутат. Даже по-моему он не депутат. Я не помню. Из республиканской партии. Он присутствовал в суде. Где об этом просто сказал свое мнение. Частное мнение его. И это записано было в протоколе. В протоколе суда. Но не в решении. В решении суда не было вынесено то, что Азов нацистская организация. Этого не было. Почитай в решении суда. Это было просто частное мнение какого-то республиканца. Который сейчас борется. Который все время борется с демократами. За власть. И он высказал свое мнение. Но почему-то. А разрешили же Азову пользоваться немецким оружием? Разрешили. Если бы они были названы нацистской организацией, американцы бы запретили это делать. Но не разрешили. Опять фейк на фейке. Ты вот как собираешь ходишь в фейки. Возьми сам разберись. Это не тяжело. Начни с минских соглашений. Открой сам текст. Первые минские прочитай полностью. Потом вторые 13 пунктов. Все минские. Прочитай возьми. Внимательно. Разберись. Почему в отчетах, например, ОБСЕ не написано, кто на кого напал. Там же не пишется, кто обстреливал Украину, Россию. Этого не пишется. Почему? Напиши в гугле. Почему? Какие полномочия ОБСЕ, мониторинговой миссии, парламентской миссии ОБСЕ на линии соприкосновения. Какие у них полномочия? Имеют ли они право такое писать? Почему не имеют? Вот сядь и разберись. Почитай устав ООН. Почему Россия, Российская Федерация не была подписантом ООН, а стала членом ООН еще и в Совете Безопасности? Почему она без никакой процедуры так прошла? Возобнив из себя какого-то правоприемника. Хотя какой документ говорит о том, что он правоприемник? Нет такого документа? Нет. Его не существует. Вот сядь и разберись сам. Потом у тебя хорошо пойдет дело, у тебя наушники хорошие, микрофон и все. У тебя блогерство пойдет лучше, если сядешь сам и разберешься без помощи своих блогеров. Они специально такой фейкометы. Потом в разговорах с нами они сливаются, понимаешь? У меня на канале видео, когда ваши блогеры текают просто, потому что заходят в тупик. И все, что они могут в конце сказать, это по праву сильного. Все. По праву сильного напали. Это все. Потому что перед этим разговор наш был по документации, где они полностью провалились. Хорошо. Ты сказал, мы последователи третьего рейха. А есть доказательства хоть одно? Конечно. Давайте я сейчас задам тебе вопрос. Ты же хорошо историю России знаешь? Ну вот недавнюю, я имею в виду там, с 91-го года. Ну попробуй. Ты родился в СССР или в России? В Федерации? В СССР. Все, значит ты должен помнить все события, которые там происходили. Вот смотри, вопрос такой. Вот о ком я сейчас буду говорить? Как ты считаешь? Это во главу державы. На пост главы державы привел предыдущий глава державы. Этот человек был человеком года по версии журнала Time. Этот человек организовал у себя в стране Олимпиаду, где его страна заняла первое командное место. Этот человек, нарушив меморандум, аннексировал часть чужой территории и за присоединение этой территории к своей территории проголосовало 98% его жителей. Этот человек напал на соседнюю страну, не объявляя войну. Этот человек невысокого роста, в детстве занимался единоборствами. Этот человек рос без отца, любил девушек гимнастического модельного телосложения, в совершенстве знал немецкий язык, потому что долгое время там был. Этот человек, вот сейчас я тебе зачитаю его цитаты. Ты, наверное, сразу поймешь о ком я говорю после цитат. Хорошо. Подожди, дослушай, 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 пожалуйста, это интересно. Сейчас я дослушаю цитаты этого человека. Это интересно. А потом мы на эту тему перейдем. Смотри. Как всегда, я пытался добиться перемен мирным путем. Мы упорно и терпеливо пытались договориться с ведущими странами. Это ложь, когда в мире говорят, что мы хотим произвести изменения исключительно силой. Мы никому и ничего не собираемся навязывать силой. Вы знаете о бесконечных попытках, которые я предпринимал для мирного решения проблем. Бесконечные долгие года мы делали все возможное, чтобы разрешить ситуацию мирными политическими средствами. Все зря. Мы не преследуем никаких интересов на Западе. В наши планы не входит оккупация этих территорий. Те, кто живут там, в соседней стране, наши меньшинства подвергаются отвратительным преследованиям. В наши планы не входит оккупация этих территорий. Ее цель – защита людей, которые на протяжении долгих лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны режима. Как ты считаешь, о ком это все я говорил только что? Это понятно. Тут вопрос конкретно про нацизм. Подожди, а что тебе понятно? Мне непонятно. Про последовательность Третьего Рейха ты сказал. О ком я говорил, только что скажи. Ты говоришь очевидные вещи, задаешь вопрос, ответ на который очевиден. Ты так ответь еще боишься или что назвать человеком? Так а зачем отвечать на очевидный вопрос? Подожди, ответь, пожалуйста, о ком я говорил. Хорошо, ты говоришь про нашего президента, дальше что? Про Путина? Получается, что так. Это все я говорил о Гитлере. Все абсолютно. Весь мейспич был о Гитлере. Хорошо. Вопрос в другом. Где здесь про нацизм, если ты сравниваешь нас и их? Ответ очевиден? Что значит ответ очевиден? Про нацизм где? Тебе сравнение Путина и Гитлера как? Ты же так что перепутал своего президента с Гитлером. При чем здесь это? Ты только что перепутал Гитлера и Путина. Это раз. Это раз. Двигаемся дальше. Это биография в чем-то. Двигаемся дальше. Это не аргумент. Двигаемся дальше. Это не аргумент. Двигаемся дальше для того, чтобы понять, что вы последователь Третьего Рейха. Читаем следующую информацию. Я сейчас все прочитаю, а потом скажу откуда эта информация. Хорошо? Ну давай. Давай. А ты скажешь так это или не так. Просто подтвердишь. Стремление к территориальному расширению. Захвату территорий других государств. Расширение границ и возврат исконных земель. Объявление соседних стран ошибкой истории. Недружественными угрозой национальной безопасности. Врагами, не имеющими прав на независимость и суверенитет. И предъявление им территориальных претензий. Подходит это сегодняшней России или нет? Наш президент такого точно не говорил. Подходит это сегодняшней России. Вот стремление к территориальному расширению. Захвату территорий других государств. Два разберемся. Вы захватываете территорию в Украине? В Украине территорию захватываете? Освобождаем. Это разные вещи. А когда они были оккупированы? Освобождение это означает, что они когда-то были захвачены кем-то. Кем они были захвачены? Например, те же республики ДНР и ЛНР. Часть территории Украины оккупируют до сих пор. Я тебя спрашиваю. Смотри. Вы говорите, что вы освобождаете. Освобождение это деоккупация. Значит они раньше были оккупированы кем-то. Кем и когда они были оккупированы? С 2014 года получается. Территории ДНР, ЛНР. Ты не понял, да? Смотри. Вы говорите, что вы освобождаете. Кем они были и когда оккупированы? Хорошо. Я отвечаю. В 2014 году Украиной. Что такое оккупация? Что такое оккупация? Что такое оккупация? Что такое оккупация? Я же у тебя спросил. Понимаешь ли ты это слово? Хорошо. Я понимаю. Захват чужой земли. Захват территории военным путем. Когда мы захватывали Донецкую и Луганскую область? В 2014 году они отделились от вас? Там уже присутствовала Российская Федерация. Ничего не отделялись. Мы говорим до 2014 года, когда мы их оккупировали, что вы пришли освобождать. Ладно. Хорошо. Мы не закончили про нацизм. Я понял. Тут все? Ты понял, что тут не туда? Хорошо. Пусть будет, что понял. Мы не закончили про нацизм. Как пусть будет? Нет, подожди. Никак будет. Не пусть будет. Мы оккупировали территории или не оккупировали? Или вы просто пришли захватывать эти территории? Нет. Просто ты перевел тему с одного вопроса на другой. На какой другой? Почему? Если вы захватываете территорию. Мы же идем по списку. Вот по этому, который я тебе прочитал. Вы расширяете свою территорию. Захватываете государства другие. Территория других государств. Ты сказал, что вы освобождаете. Я тебе доказал, что вы захватываете. Ты согласен, что вы захватываете? Захват подразумевается присоединение силой. Захват – это проникновение вооруженных сил какой-то другого государства на территорию чужого государства. Проход через границу. Проникновение. Нападение. Ты согласен, что вы проникли через границу незаконно с вооружением? Нападение и захват? Это разные вещи. Нападение – впоследствии захват? Конечно. Если бы не было референдумов, то да, я бы с тобой согласился. Референдумы тоже были бы незаконны. Мы к ним подойдем. Подожди секундочку. Надо раньше. Вы же захватили до референдумов еще. Мы же говорим до того, как вы привели референдумы. Захват подразумевает присоединение. Нет. Захват – это вы пришли, захватили местную администрацию, поставили флаг свой. Так как вы это сделали на всех территориях, которые вы там в Авдеевке, в Барконе. В Ахмуте, в Мариуполе. Ну вот пришли, город уничтожили и на выраженной земле поставили флаг. Это захват называется. А когда вы присоединяете это к своей территории, это называется уже аннексия. Как вы с Крымом сделали. Это вы аннексировали. То есть, есть процесс оккупации. Вы заходите, оккупируете, захватываете, оккупируете, ставите флаги. Потом делаете псевдореферендумы, не по законам, никаких законов вообще не преследуете. Потому что все референдумы, которые привели... Что-то по законам. Все незаконны. Согласно какого закону вы привели референдумы? Международного права на самоопределение. Покажи мне этот закон. Устави ООН. И что-то написано? Право людей на самоопределение. Где ты слышишь слово референдум? Ну через референдум. Ты, например, знаешь, что такое прецедент? Ты неправильно цитируешь. Прецедентное правило. В Косово был создан в частности прецедент. Еще раз я говорю, ты неправильно цитируешь эту статью. Написано, что определение народов. Народов. Не людей, а самоопределение народа. Какой народ должен был в Украине самоопределиться? Проживающего на определенный... Какой народ в Украине должен был самоопределиться? Люди, которые проживают на этих территориях. Не люди, а народ. Ты неправильно цитируешь эту статью. Пусть будет народ. Она не подходит нам. У нас один народ в Украине, украинский. А так, она подходит вам, россиянам, потому что у вас есть разные народы. У вас чеченцы были, которые хотели самоопределиться, а вы им не дали этого сделать. У вас Татарстан хотел самоопределиться, а вы им не дали этого сделать. Вот они имели право этой статьей воспользоваться, потому что там как раз-таки на самоопределение народов. То чеченцы заявили, мы отдельный народ, мы хотим быть независимыми от России, и мы хотим воспользоваться этой статьей. Они имели право. А у нас один народ украинцы, у нас некому выделиться из этой массы и стать каким-то самоопределяющим народом. Некому самоопределяться, понимаешь? Потому что этот пункт не подходит. Нет такого народа дончани. Такого народа нет. Это украинцы все. Ты понимаешь вообще суть? У вас проживает один этнос. И других этносов у нас нет. У нас этногруппа. У нас много подгрупп этно. Этногрупп подгрупп много. А один этнос украинский, конечно. Вот и в чем проблема? В том, что эта статья не подходит. По многим причинам. Если ты внимательно будешь читать устав ООН, то написано, если это не влияет на суверенитет страны, согласием всей страны, референдум проводится всеукраинский, согласно Конституции. Конституция, национальное право важнее, чем международное право в отношении разделения страны. Национальное право наше внутреннее. Оно важнее в данном вопросе, чем статья ООН. Понимаешь? А у нас в Конституции написано, что согласно 73-й статье Конституции, что только на всеукраинском референдуме, всеукраинском, проводится референдум согласно отделению какой-то части территории. Процесс СССИ называется. То есть не подходит. Я могу привести аналогию к Советским Союзам. Не надо, там другая была Конституция. В Советском Союзе тоже был референдум. Народы разные были. Тоже был референдум, все союзные. Ты понимаешь? Не перебивай, пожалуйста. Был все союзный референдум. И большинство людей проголосовали за сохранение Советского Союза. Так что все остальные разделы автоматически считаются незаконными. Ты путаешь два референдума, который был сначала весной, а потом летом был совсем другой референдум. Ты путаешь разные референдумы. Мы идем ближе к тому референдуму, который был после весеннего референдума, после мартовского референдума. Он более важен, чем тот же был в марте. А там проголосовали за отсоединение и за независимость. Был такой, знаешь, парад суверенный... Как это называется? Парад... Вспомни. В отдельных странах. В отдельных республиках. назывался аппарат всесоюзный референдум, он важнее. Короче, много республик заявили о своем отсоединении Советского Союза, на что они имели право, согласно Конституции Советского Союза. А согласно нашей Конституции Украины, у нас некому отделяться, у нас один народ, территория которого может отсоединиться только по определенной процедуре, процедура сецессии, а ее не было. А потом еще процедура присоединения, согласно вашей Конституции, для того, чтобы присоединиться к вашей территории, тоже идет процедура определенная. Всероссийское голосование, чтобы взять в состав Крым. А был такой референдум? Не было. То есть, ну, вообще никаких законов вы не соблюли. Делайте референдум. А потом ты на это ссылаешься, это глупо, понимаешь? Ну, опять, ты не разобрался, ты услышал это от блогеров, думаешь, о, я теперь много мусора носу в голове, сейчас буду это другому рассказывать. Но мне это ты не расскажешь, чувак, я это все знаю, как ночью тебе проснусь и это все расскажу. Молодец. Ну, а ты, я тебя не похвалю, ты не молодец. Ну, хорошо. Все, долго общаемся, давай за русским кораблем. Друзья, вот такая история сегодня. Не забывайте на канал подписываться, ставить лайкос, коментовать. И, как всегда, слава Украине! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok